Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение на кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. По словам пресс-службы, убийство якобы планировала неонацистская группа по заказу службы безопасности Украины. В сообщении указано, что Следственный комитет задержал членов запрещенной в России террористической организации. Во время обысков якобы нашли оружие, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику. По словам ФСБ, СБУ дало задание убить и других кремлевских пропагандистов – Скобееву, Симоньян и Попова. И сейчас с нами в прямом эфире оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, приветствуем вас в прямом эфире проекта «Фридом». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы верите в эту историю с покушениями? Слушайте, я думаю, что более несуразного фейка придумать было невозможно. Помимо самой безумной совершенно идеи, что кто-то там, тем более там это было интерпретировано, что это вообще личное поручение Зеленского, которое сопровождалось инструкциями ЦРУ американских. Ну, так Путин сказал, что ему лично известны люди, которые инструктировали, значит, вот этих вот неонацистов. Известны люди из числа сотрудников ЦРУ. Ну, и сама характеристика, которая вообще была, и сама подача этого фейка, безумная совершенно, она действительно, ну, это как анекдот, значит, обязательно неонацистская литература, без этого, конечно, никак. Зачем-то поддельные украинские паспорта, можно подумать, что в Украине нет настоящих украинских паспортов. Наркотики обязательно. Ну, я не знаю, ну, это совершенно, совершеннейшая анекдотическая история. Ну, и состав там тоже очень смешной, то есть совершенно очевидно, что все это сначала опубликовали, что одного журналиста имеется в виду Соловьев, но потом, видимо, всем остальным стало очень обидно. Там Скобеевой, Попову, там, значит, Симоньян, зачем-то Киосаяна туда всунули, почему-то оттуда выбыл Норкин и так далее. Ну, в общем, это какая-то очень такая смешная история, в которую, ну, совершенно невозможно поверить. Я думаю, что никто в это не верит. Хотя эта история, она может оказаться не очень смешной, потому что наряду с пожаром в Брянске это может быть, ну, таким своего рода, так сказать, прологом, с одной стороны, к террору внутри России, а с другой стороны, к обострению на украинском фронте. Игорь Александрович, вот вы ранее говорили о том, что главные войска для Путина – это не его армия, а вот войско-пропагандистское – это его главное оружие. Почему так? Ну, понимаете, вот в свое время Солженицын выдвинул такую формулу, что, значит, ложь в тоталитарном режиме, ложь прикрывает насилие. Путин перевернул, он осуществил такой Коперниканский переворот, он перевернул эту формулу, у него фундаментом является ложь, а, значит, насилие является прикрытием. Это действительно так, потому что первое, что он сделал, когда пришел к власти, он уничтожил НТВ. Вот обратите внимание, первое главное его действие сразу после прихода к власти – это уничтожение НТВ. Потому что вот его, так сказать, разновидность фашизма – это такой постмодернистский фашизм. Это фашизм, который в основу всего кладет ложь – фейки, провокации, ложь и так далее. Значит, Россия не имеет никаких ресурсов, но вот объективно, вот то, о чем вы спрашиваете, – это объективная реальность. Почему? Россия – полтора процента ВВП. Россия – мирового. Россия не имеет ни экономической, ни военной мощи для того, чтобы реально пытаться диктовать всему миру свои цели. Единственный способ как-то добиться частичных успехов – это информационная война. Ну, вернее, два способа. Это, во-первых, подкуп, шеридеризация политических элит и тотальная ложь. Вот это реальные возможности. И на самом деле частично он, в общем-то, добивается своих результатов. Вот если бы не это последняя авантюра, если бы не война, которая развязана в центре Европы, то вполне возможно, что путинский режим, на самом деле, он править лежа на боку мог достаточно долго. То есть, в основе лежит ложь. Это тот ресурс, который не требует гигантских, так сказать, экономических, военных усилий. Но и это получается лучше всего. Да, но мы знаем, финансирование сейчас пропагандистских каналов значительно увеличено, особенно вот в это военное время. И в связи с этим, знаете, хочу спросить, ну, действительно, российская пропаганда изощряется сейчас в своих фейках. Начиная еще с тех даже химических лабораторий, где якобы голуби должны были разносить заразу по всей России, заканчивая манекенами, которые якобы МИ-6 разбросала в буче и тому подобное. Вас лично какие фейки больше всего поразили? Ну, самое, конечно, отвратительное, это все, что связано с бучей. Понимаете, потому что, ну, вот буча, последний вот этот вот обстрел, значит, Одессы, когда было убито 8 человек, в том числе трехмесячная девочка Кира, ее мама и бабушка. Ну, просто потому что эти фейки, они по-живому. Они связаны действительно с трагедией. Вот когда глумятся над трагедией, это наиболее отвратительно. Поэтому я бы поставил на первое место это буча. Вот когда открыто говорят, что это все на самом деле манекены, когда, несмотря на то, что там огромное количество, огромное количество свидетельств, ну, понятно, что там уже и международные организации правозащитные, и, так сказать, политики туда приезжают, все своими глазами видят и могут пообщаться. Это самое страшное. Вот до этого рекорд принадлежал вранью про сбитый Боинг. Потому что тоже действительно это была страшная история, когда погибло огромное количество людей, которые вообще никакого отношения ни к России, ни к Украине не имели. И вот это глумление, оно действительно было чрезвычайно отвратительным, чрезвычайно циничным. Когда все буквально уже доказывали, уже тысячу раз доказано, нет все равно. Нас там нет, это украинский летчик, это украинский бук, причем одновременно. Ну и вот эта ситуация с Бучей, это, конечно, самое отвратительное. Пожалуй, что касается вот этого фейка про готовящиеся убийства пропагандистов, ну это скорее анекдот. Это скорее анекдот. Хотя обернуться может быть, может быть это такой вот поджог Рейхстага, или там убийство, так сказать, какой-то провокционный убийство. Но вот самое отвратительное, это, конечно, Буча. Да, сейчас мы видим кадры Бучи, и только что были кадры вот этого глумления, как вы сказали, кадры с российской пропаганды, и Попов, и Скобеева. Кстати, когда в нулевых, они были в эфире и членами Союза журналистов, которым вы тогда руководили. Вот скажите, по ним тогда можно было сказать, разглядеть в них то, во что они превратились сейчас, вот это вот нечто? Ну, практически все уже в нулевые годы, уже все те, кто сейчас составляет основной костяк вот этого вот кошмара телевизионного, они все уже проявились. И, ну, единственное, вот последним перебежал Норкин, это отдельная история, отдельная, так сказать, это история проблемы ипотеки, вот. А все остальные, в общем-то, уже проявились. И Скобеева с Поповым, и Соловьев уже в основном был ясен. То есть, ну, скажем так, процесс трансформации, он занял буквально у разных людей разное время, но где-то от мгновенно, вот некоторые мгновенно просто в воздухе переобулись, а некоторым потребовалось несколько лет для того, чтобы осознать новую реальность, в которой надо встраиваться. Вот Скобеева с Поповым довольно быстро нашли себя вот в этой новой реальности. Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. Игорь Яковенко, оппозиционный журналист, был с нами на связи. Спасибо.